Я приглашаю сюда декана факультета. У нас здесь присутствует факультет И и факультет М. Декан факультета И Сергеевич Страхов. Это я обрадую и декан факультета И. И декан факультета Р Георгина Невзорова. Уважаемый Константин Михайлович, я приглашаю вас к микрофону для того, чтобы вы сказали, какой ВНИА. Вы ведь сами тоже недавно закончили ВНИА. Так, дорогие бывшие абитуриенты, а ныне студенты первого курса. С огромной радостью мы проводим это собрание. Мы всегда его проводим в преддверии начала нового учебного года. Действительно, сегодня звучал лозунг «ВНИА лучший всех», который стал определенной философией жизни всех наших выпускников и студентов, преподавателей, всех ВНИА. Этот лозунг не возник на пустом месте, а в далеком 1932 году, когда было принято решение о создании ВНИА единственного в то и сейчас время оборонного вуза нашей страны, то была написана такая директива партии «ВНИА лучший всех партий правительства». И под этим подразумевалось, что мы соберем лучших студентов, соберем лучших преподавателей, лучших работников промышленности и выпустим лучших инженеров оборонного комплекса. Тогда страна наша, Советский Союз, только развивала. Военно-технические предприятия, военно-технические изделия делались, и, в общем-то, специалистов по новейшим образцам не было. Были собраны лучшие студенты ленинградских техникумов, преподаватели с различным вузом Ленинграда. Были приглашены ведущие конструктора читать лекции у нас в «ВНИА-МЕХе», и мы за два года выпустили конструкторов, ракетно-артиллерийских в то время, систем, боеприпасов и морского оружия. Так создавался «ВНИА-МЕХ». С тех пор этот лозунг стал визитной карточкой «ВНИА-МЕХа», обладает одним из самых высоких в нашей стране рейтингов успешности наших выпускников. Среди выпускников «ВНИА-МЕХа» есть люди самых разных профессий, и практически все должности, которые есть в нашей стране, но кроме президента, были заняты выпускниками «ВНИА-МЕХа» в разные годы. И Владимир Макарович Величко возглавлял правительство Советского Союза в советское время. Он был первым заместителем председателя Совета Министров, и исполнял обязанности председателя Совета Министров СССР. И Сергей Евгеньевич Нарышкин, наш выпускник, сейчас возглавляет Государственную Думу. До этого был член Попчийского Совета «ВНИА-МЕХа» Борис Вячеславович Грызлов на этой должности. Среди выпускников «ВНИА-МЕХа» огромное количество государственных деятелей, губернаторов, руководителей разных областей. Глава Карелии, например, Александр Петрович Кудилайна, выпускник «ВНИА-МЕХа». Этот список можно продолжать. Среди выпускников «ВНИА-МЕХа» практически все конструктора крупнокалиберной артиллерии. Если мелкокалиберную артиллерию и стрелковое оружие создавали во многом работы Тулы и Ижевска, то вся крупнокалиберная артиллерия наша. Все серьезные ракетные системы, космические системы создавали и братья Уткины, и Козлов был первым замом Королева при запуске «Семеркина», который летал Гагарин, и Николай Алексеевич Кистоедов, выпускник «ВНИА-МЕХа». Сейчас занимается ГЛОНАССом всеми космическими системами. Этот список можно продолжить и нашими замечательными космонавтами. И Гречко, и Крикалев закончили «ВНИА-МЕХ» блажны героями. И Андрей Иванович Борисенко, который недавно летал и в начале следующего года полетит в космос и понесет туда наш УИМПЕЛ «ВНИА-МЕХа» на орбиту. И вот нагордимся выпускниками «ВНИА-МЕХа». И успешность выпускников «ВНИА-МЕХа» во многом связана со сложившейся в течение длительного времени особой уникальной системой подготовки «ВНИА-МЕХа». Эту систему подготовки многие хвалили, многие ругали, но она основывается на глубоком изучении фундаментальных дисциплин, на одном из самых больших в нашем городе объемом аудиторных занятий, на серьезном отношении к лекциям, практическим занятиям. И вот эта система, которая тяжело воспринимается, когда вы учитесь, и эту систему благодарят практически все выпускники, и которые сейчас выпускаются, и ими очень довольны работодатели и выпускники старых лет, обращая на это внимание, понимают, что вся эта система подготовки, сложившаяся в «ВНИА-МЕХе», она является тем ключом к успеху, в котором мы гордимся, и мы гордимся всеми нашими выпускниками. Так вот, эта система потребует от вас достаточно серьезного отношения к учебу. Пропаганда свободного посещения занятий, одно время, которая велась и была связана с необоснованной либерализацией некоторых отношений в образовании, в общем-то, не имеет места. Новый закон по образованию предписывает посещение занятий. Полное «ВНИА-МЕХе», никогда мы не относились ни к свободному посещению занятий положительно, ни к пропускам занятий, поэтому, гордясь своими выпускниками, я сразу обращаю ваше внимание на серьезное отношение к учебе, на посещение занятий, на выполнение учебных планов. Вы, недавние школьники, привыкли, что за вами следят учителя в школе, и жесткое отношение к посещению занятий. Сейчас вы попадаете вроде бы в самостоятельную жизнь, но эта самостоятельная жизнь бывает длится там неделю-две, потом начинаются через два месяца контрольные мероприятия, контроль выполнения лабораторных работ, практических занятий, и может наступить достаточно неприятный холодный душ. Мы никого не пугаем, но отчисления «ВНИА-МЕХе» на первом курсе достаточно строго идут, и, в общем-то, не в маленьком объеме. Поэтому призываю вас к хорошей учебе, и желаю вам всего самого доброго, и понимая, что, закончив «ВНИА-МЕХ», вы вольетесь в ряды наших выпускников, и будете обязательно успешными. Вот на этом пути у вас будут, конечно, большие трудности в образовании, к которым надо готовиться. «ВНИА-МЕХ» ведет, помимо образовательного процесса, серьезную воспитательную работу. Мы участвуем во многих всероссийских конкурсах, поддержке молодежных движений, побеждаем в этом конкурсе, ведем серьезную военно-патриотическую работу. «ВНИА-МЕХ» работают вокальные, танцевальные, разные другие студии, относящиеся к разным видам искусств. «ВНИА-МЕХ» идет серьезная спортивная жизнь. Команды «ВНИА-МЕХ» активно участвуют в различных соревнованиях. Ну, кстати говоря о спорте, хочу заметить, что многие федерации российские, российского спорта, возглавляют выпускники «ВНИА-МЕХ». Например, Сергей Евгеньевич Нарышкин возглавляет Российскую Федерацию плавания. Кудилаймин Александр Петрович – Федерацию вернолыжного спорта. Выпускники «ВНИА-МЕХа». Среди выпускников «ВНИА-МЕХа» есть очень покатые люди и серьезные бизнесмены. Геннадий Николаевич Кимченко – спонсор СКА, президент команды СКА. Генеральный директор и президент «Межрегион ГАЗа». Это спонсор Ленинградского клуба «Польного Зенит». Кирилл Геннадьевич Селезнев – наш студент. Я читал ему лекции, учил его. И, то есть, в спорте «ВНИА-МЕХовцы» очень сильно проявили себя. Поэтому жизнь в «ВНИА-МЕХе» многогранная, она всегда была интересная. Вы вливаетесь в эту жизнь. И, конечно, помимо учебы, вы должны активно заниматься саморазвитием. Современный стандарт образования предполагает и образование, и воспитание. Воспитанием мы всегда серьезно занимались. Помимо этого, находясь в таком прекрасном городе, как Петербург, о многом и нагородном, и мы всегда были у российского масштаба, может познакомиться с нашим городом. Тем более, «ВНИА-МЕХ» – один из ведущих вузов не только Санкт-Петербурга, но и нашей страны. Я поздравляю вас с этим замечательным днем в вашей жизни. В добрый путь, дорогие студенты первого курса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...